Добрый день, уважаемые зрители! Еще одна страна задумалась о переходе на четырехдневку. Ранее сообщалось, что Испания хочет применить такой эксперимент в четырехдневную рабочую неделю. Там небольшая партия вышла с инициативой правительству, и правительство решило одобрить ее. И вот в скором времени начнется эксперимент в четырехдневной рабочей неделе. И вот сейчас правительство Японии рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, чтобы улучшить качество жизни. В России, кстати, тоже надо задуматься над этим вопросом, как улучшить качество жизни населения. Власти думают, что сокращение рабочего времени также подстегнет туристическую отрасль страны, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. В стране хотят протестировать в течение месяца выборную систему трехдневных еженедельных выходных. Три дня лучше, чем два. В правительстве отмечают, что людям необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Три выходных дня помогут им, например, ухаживать за детьми или пожилыми родственниками. Больше времени уделять себе и своей семье. Еще один плюс заключается в том, что японцы станут больше путешествовать. Кроме того, самоубийство, серьезная проблема в Японии, долгие часы работы часто упоминаются как причина депрессии. Работа, дом, работа, дом, однообразие. Конечно, на этом фоне возникает депрессия. В 2019 году компания Microsoft Япон провела трехдневный эксперимент с четырехдневкой, который показал, что повышение производительности труда было выполнено на 40% больше работы, чем обычно. На 40%. Представьте, всего лишь один день. Ранее об смен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового замородательства Дмитрий Порочкин предложил в России протестировать трехдневку на компаниях-добровольцах в течение года. А в Госдуме признали неизбежность сокращенной недели. Так уже раз неизбежность внедряли бы, обсуждения по поводу чередневки идут и в Европе. Ну, вот уже говорилось, что Испания приняла решение протестировать. Так что прогрессивные страны. Ну, Япония явно там не дурачки живут. Поэтому решили уже не откладывать это в долгий ящик и посмотреть, что же будет, как улучшится качество жизни населения при четырехдневной рабочей неделе. Еще раз повторюсь, в России тоже надо брать эти методы, ну, я считаю, что они передовые, себе на вооружение и внедрять четырехдневную неделю. Ну, естественно, с сохранением, а лучше с повышением оплаты труда. Все на этом по Японии. Заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго. До свидания.